Косари на лугу Косари на лугу Косари на лугу ход этого служения господин благодарна тебе за любовь за милость в благодарна тебе за время который посылаешь нам благодарна тебе господь за слово которое оставил нам который ведет ведет нас к вечности мы благодарим тебя за духа святого который ты послал чтобы нам знать то что ты говоришь было с эту передачу и всех кто в ней будет участвовать все это просим во имя иисуса христа аминь приятно еще раз встретиться и порассуждать на духовные темы на очень важные насущные темы и вот сегодня роман о чем мы сегодня будем беседовать какую тему мы будем сегодня мы продолжим сегодня тему затронутую в прошлый раз мы говорили о духе святом тема конечно очень большая глубокая и мы вот постепенно будем может быть не так глубоко копать но все-таки затронем несколько моментов для того чтобы нам больше больше вот иметь большую картину представление о том для чего дух святой сходит его действия его проявление наше отношение к духу святому что нам следует ожидать может быть двух-трех слова бы напомнил и как бы небольшой резюме зала прошла передача когда вот в прошлый раз в прошлый раз спасибо прошлый раз мы говорили о том что христос перед своим отшествием сказал ученикам интересная слова это записано в книге деяния апостолов 1 глава 8 стих вы примите силу когда сойдет на вас дух святой будете мне свидетелями в иерусалиме во все иудеи самаре даже до края земли вот христос говорил о том что когда сойдет дух святой то ученики примут силу особую силу хотя мы говорили в прошлый раз о том что ученики на данный момент уже могли исцелять изгонять нечистых духов даже христос говорил о воскрешении даю вам власть воскрешать вот прокаженных там исцеляли слепых делали зрячим и так далее то есть силу у них было совершать чудеса а какой же силе здесь говорит здесь он говорит о другой силе осили свидетельства то есть после принятия духа святого человек может свидетельствовать это это удивительный момент когда например происходит автомобильные аварии то сразу хотят знать свидетелей кто видел кто наблюдал не просто кто слышал не просто кто имеет представление о том что такое автомобиль и как он движется а на самом деле клубы участников то был очевидец очевидец событий так вот христос говорит что ученики те которые видели те которые связали были со христом они увидят духовную сторону действий иисуса христа вот кроме того что он был в человеческом теле они верят еще намного больше что это был не просто да они отчасти понимали что сын божий им откровение было но это было очень лимитировано уже после сошествия духа святого мы видим петр пишет уже послание и он пишет послание и эти все послания не настолько глубоки вот они раскрывают духовную сторону иисуса христа мы берем и вот мы человека видим до видим что мы видим кожу видим человека но если под микроскопом рассмотреть что там есть или даже взять например рентген то мы видим что находится внутри мы понимаем да внутри нее и что то есть но мы их не видим органы они невидимы для нас вот точно так и слова христа и сам христос был они видели его со стороны и павел интересную фразу говорит если мы знали христа по плоти то уже не знаем то есть уже они говорили с духовной точки зрения что христос это тело христос это глава церкви вот а мы присоединились вошли в так сказать заняли свое место в этом теле то есть это уже не просто нужно представлять какого-то человека как вот рисуют там или на иконах рисуют и говорят вот это христос там поклоняются христос это дух и мы присоединились мы стали участниками ли соучастниками тела христова и это открываем конечно дух святой за вид мы крестились а духом святым в тело христова до крещения крещение заключается крещение это вообще погружение есть водное крещение есть духовное крещение то есть невидимые и дух святой вот когда христос говорил о духе святом то в этот момент когда они поняли первый раз потому что было два положения дух святой был с ними а теперь он был оказался в них и и вот день пятидесятницы это было начало такого проявления когда которого раньше еще не было и вот они первые были крещены в тело христова первые попали в тело христа дальше уже люди пошли так сказать по очереди и мы видим что крещение они проповедовалось как отдельное учение по какой причине по той что крещение происходит одновременно с рождением свыше об этом говорит апостол павел говорит я родил вас во христе не крестил родил во христе вот значит я родил вас во христе благовествованием апостол павел рассказывал кто такой иисус христос зачем он пришел как он грехи взял как человек получает прощение и когда человек в этом веровал рождался свыше то происходило крещение духом святым в тело то есть при происходило присоединение поэтому нигде апостолы на это не уделяли большого внимания потому что это действие духа святого он это делает его задача он знает когда человека погрузить в тело и он Он знает, куда погрузить, потому что мы дальше уже читаем о том, что человек, попав в тело, занимает определенную позицию. Например, он глаз, или рука, или нога. То есть мы сами не можем определить, кем мы будем во Христе. Это решает Дух Святой. Как Ему угодно. Как Ему угодно. В момент крещения Он ставит нас в определенное место и таким образом наделяет нас особыми функциями. Но потом все равно задача верующего человека, христианина, принять Духа Святого. Да, после того, когда... Вот иногда люди смешивают или соединяют эти два действия или два явления в одно. Они думают, что это одно и то же. Но, во-первых, хочется еще сказать такую вещь, что крещение Духом Святым не является, или принятие Духа Святого никак не связано с рождением свыше. То есть рождение свыше – это один момент. Крещение в тело, сейчас оно происходит вместе, но раньше этого не было вместе. Раньше это, вот скажем, до Дня Пятидесятницы люди же спасались. Взять Авраам, Исаак, Иаков, Давид, Илья, другие пророки – все же они были спасены, даже мы за Авеля читаем. То есть все эти люди находятся на небесах, праведники. Значит, они были рождены свыше, рождены. Христос говорит, если кто не родится свыше, не только не войдет в Царство Небесное, не увидит его. Значит, для того, чтобы попасть в Царство Небесное, необходимо было рождение свыше. И если только занят такую позицию, что человек рождается свыше только с принятием Духа Святого, тогда всех ветхозаветных пророков и праведников нужно исключить. Они в Царство Небесное не попадают. Вот, поэтому это высказывание неверно, что человек рождается благодаря Духу Святому. Он рождается благодаря другому Духу, об этом мы сегодня тоже поговорим. Но вообще, раз мы уже затронули, человек рождается от Духа Христова. Вот от какого Духа он рождается. Потому что Христос говорит, я есмь, да, он выражает себя. В чем выражает? В трех основных. Истина и жизнь. Дух, я есмь, путь, истина и жизнь. Путь, истина, жизнь. Христос заявляет, что Отец дал ему власть иметь жизнь. Мы не читаем, что Дух Святой имеет такую, может быть, полномочия или такую роль передавать жизнь. Способность такой. Да, спасает Христос. Христос говорит, верующий в меня имеет жизнь. Не верующий в Духа, а верующий в меня имеет жизнь. То есть человек получает жизнь благодаря вере в Иисуса Христа. Вот где происходит рождение и рождается от Духа Христова. Вот о Духе Христове мы читаем, что Он был в праведниках, еще в ветхозаветних. Вот Дух Святой был на них, Он мог сходить, уходить, а вот Дух Христов был внутри. Таким образом, это является для нас свидетельством, что ветхозаветние праведники были рождены. И были рождены от Духа Христова. И поэтому они имеют право наследовать жизнь вечную. Они могут войти в Царство Небесное. Поэтому отчасти у них и было понимание о том, вообще, кто такой Мессия, тот, который должен будет прийти. Хотя они Его еще на тот момент не видели. Ну, конечно. Они свидетельствовали, они пророчествовали, они говорили наперед. Вот разными, скажем, они просто, может быть, говорили, иногда не понимая точно, что это говорилось о Христе. Но, и в большинстве случаев они не понимали. Но не говорили, потому что были движимы Духом. Вот Дух их двигал. Почему-то им приходило такое желание сказать такую фразу. Раз и сказали. Вот Давид очень многое сказал. Вроде бы о себе пишет, а на самом деле это о Христе. То есть вот такие моменты, они происходили благодаря тому, что на них был Дух Святой, и они были рождены от Духа Христова. То есть были спасены, имена были записаны на небесах, точно так как это было у учеников. Вот они ходили, изгоняли там, исцеляли людей, но Духа Святого в них еще не было. А Христос говорит, радуйтесь, что имена записаны на небесах. Потом далее он говорит, после воскресения Дух Святой еще не сошел. Он говорит, иду к Отцу моему, к Отцу вашему. Значит, он говорит, что это и мой, и ваш отец. Значит, дети, дети одного отца. Дети одного отца. Таким образом, рождение свыше происходит от Духа Христова, или же от Слова Христова. Христос говорит, слова, которые я говорю вам, есть Дух и Жизнь. Дух и Жизнь. То есть, Слово Христа, вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. То есть, речь идет о Христе. Слово Христа – это сам Он, это Его Дух, это Его Жизнь. Поэтому, принимая Слово, мы принимаем Жизнь. Принимаем Жизнь, рождаемся свыше. Интересно. Да, и вот продолжая эту тему, все-таки мы говорим о Духе Святом, и каким образом это все происходит, но как все-таки его принять? Как можно получить его? Да, вот тоже принятие Духа Святого не должно быть слишком сложным или слишком таким непонятным явлением. Почему? Потому что, как и рождение свыше, да, Господь хочет, чтобы мы попали в Царство Небесное. Ну, конечно, Он это хочет. Конечно, Он хочет, чтобы мы понимали Его Слово. Конечно, хочет. Поэтому рождение свыше – это очень просто. То есть, людям рассказывают, кем является Христос, что Он сделал, жертва Его, спасение и так далее. То есть, человек принимает в простой форме. После этого, мы читаем в Деяниях, что люди получали Духа Святого практически сразу. Вот они веровали во Христа и тут же получали Духа Святого. Но его нужно получить отдельно, отдельно по вере, благодаря вере. То есть, если есть наставление в вере, человек может принять, может сразу принять. А если наставления нет, человек не принимает. Так получается, есть вариант, что человек мог стать возрожденным, но принять, если правильного наставления не было, Духа мог еще и не принять. Да, рождение – это одно. Рождение – это одно, а принятие Духа Святого – это другое. Несмотря на то, что он рожден, раз, крещен Духом Святым в тело, два, ему необходимо еще и принять Духа Святого как учителя, как наставника, как путеводителя. Отдельно принять. И для того, чтобы принять Духа Святого в такой форме, человеку необходимо рассказать, что Дух Святой – это обетование, Бог обещал, Бог хочет тебе его дать, раз. Теперь, у Духа Святого есть функции, о которых мы читаем в Новом Завете. Может быть, их еще больше функций, но Христос нам открыл несколько. Как мы уже сказали, что Христос говорит, когда Он придет, наставит и научит, и откроет то, что Я говорил, от Моего возьмет и Вам передаст. Ничего нового. Ну, в принципе, как? Ничего нового. Вот то, что было сказано, вот в рамках сказанного слова. Люди думают, ну, Дух Святой придет, можно Библию не читать, придут какие-то там видения, откровения, звуки, голоса, и вот я буду жить только этим. Нет, Дух Святой открывает только то, что Христос говорил. Скорее всего, Он помогает понимать правильно Слово Божие. Интерпретирует, да. Он помогает нам видеть Дух Словом. Если только ты хочешь, и ты читаешь Слово Божие, а если ты не читаешь, то да. Ну, это, конечно, не читаешь, не интересуешься, а может быть, и не рожден совсем. Где упражняешься, да. Да. Так вот, для того, чтобы принять Духа Святого, апостол Павел Галатом прямо пишет, что человек получает, смотрите, не рождается от Духа, а получает. И он не говорит о крещении, он говорит о получении, о принятии. Человек получает и принимает Духа через наставление в вере. То есть, это, во-первых, было обещано еще в раму, обетование было. Поэтому нужно было Христу умереть, чтобы обетование вошло в силу. То есть, обетование или завещание работает после смерти. Итак, Христос умер, и на 50-й день мы видим, что уже Дух Святой пришел и уже действует сегодня во время благодати. Вот, значит, обещание было. Первое, Христос умер, двери открылись, Дух Святой сходит. Для того, чтобы человеку принять, ему нужно выразить свое согласие. Во-первых, знание. Вера в чем заключается? Она заключается в знании. Вера базируется на знании. Человеку нужно знать, во что же ему верить. Не просто я верю, так вот, в абстракцию, в неизвестность. Чувства. В чувства или там, в невидимое такое что-то, необъяснимое. А здесь мы видим, что человеку нужно наставить в вере, рассказать Дух Святой, чтобы человек мог ожидать, что же с ним произойдет. Иногда люди, не зная действий Духа Святого, с ними что-то такое странное происходит, и они приписывают это Духу Святому. Получается, что не каждому Духу верьте. Получается, что нужно не каждому верить, проверять от Бога или нет. И мы можем проверить. Открываем Евангелие и читаем, как Дух проявлялся у Христа. Как Дух проявлялся у апостолов. Как Дух проявлялся в других церквях. Мы читаем Коринфскую церковь. Очень четко расписано. То есть, заблудиться очень сложно. Если мы честно подходим к Слову, искренне подходим, читаем, разбираем, соглашаемся, тогда можно видеть проявление Духа Святого. Да, интересно. Я вот часто слышу такие высказывания, даже бывают от духовных таких или авторитетных людей, либо пастырей, либо проповедников, что о Духе Святом очень мало что говорится в Писании. К этому нужно очень осторожно относиться, потому что ведь есть такое предписание, что можно похулить Духа Святого, поэтому нужно, как сказать, чем меньше, чем четче и аккуратнее обходиться в этой теме, потому что вдруг скажешь что-то не так, что-то не то, и потом может быть как-то плачевно. Да, действительно. Если человек... Откуда такое? Ну, предрассудки, видишь, то есть люди запуганные, они действительно... В Писании нигде Христос не говорил, как можно меньше говорить о Духе. Он не говорил. Апостол Павел, он столько пишет о Духе Святом. Почему сегодня мы должны прислушиваться каких-то людей, которые закрывают Писание или закрывают людям глаза, чтобы они не слышали и не видели о Духе? Вот, Христос об этом говорил, ученикам проповедовал. Вот, ученики потом проповедуют нам. И сегодня мы стоим на базе учения апостолов. Христос, ученики, апостолы, вот они нам раскрыли, рассказали, мы в это верим. А люди уже по-разному к этому относятся. Кто-то верит, кто-то не верит. А кому-то невыгодно, чтобы люди знали о Духе Святом. Потому что они, наверное, знают, что когда сойдет Дух Святой, то человек начнет понимать. А когда начнет понимать, ну, это опасно, с одной стороны. То есть некоторым людям выгодно, чтобы люди не знали о Духе Святом. И держать их вот в такой кабале. Чтобы они не слышали, не видели, не понимали. Запугать их, приходить им. Мы будем вот там только водить их вокруг жертвенника. Грех покаялся, согрешил, покаялся. Вот это вся жизнь людей. Я сейчас смотрю, Рома, получается, что для того, чтобы получить Духа Святого, чтобы получить или принять Духа Святого, надо знать о Духе Святом как можно больше. Получается, что ученики, они знали о Духе Святом. Они слышали о Нем, они знали Его проявление. И поэтому они были готовы, они ожидали Его. Когда ты не знаешь о Духе Святом, ты и не примешь, ты и не уверенный. Ну, конечно. Как можно, заходишь в магазин, и тебя, допустим, жена посылает. Пойди, купи мне то, что мне надо. Ты пришел в магазин продуктовый, и у тебя глаза разбегаются. Там тысячи продуктов. Что надо? Все съедобное. Все надо. Все хорошее, все надо. Вам нужно одну вещь купить. Так и здесь. Поэтому Христос и рассказал, кто такой Дух Святой. Он говорит, Вы, Он с Вами, Вы Его видите, Вы знакомы с Ним. Дух Святой проявлялся через Христа. То они видели Его движение, решение проявления, поэтому они могли судить. Для нас оставлено, вот Евангелие Иоанна мы читаем, 14 глава, 16 глава, там говорится конкретно проявление Духа Святого. В чем Он у себя будет проявляться? Как мы уже говорили, это научение, наставление, вразумление. Апостол Павел уже пишет ниже, что Дух Святой открывает нам. То есть основная функция Духа Святого – это передать нам духовность слова Иисуса Христа. Уже в какой сфере ты будешь касаться, это не важно. Важно, чтобы передать духовность слов. Духовное значение. Если только мы духовности не понимаем, а будем зацикливаться на букве, то польза нам это не принесет, ничего не даст. Поэтому одна из функций Духа Святого – это открывать человеку. Ну а как еще и по-другому? Человека взяли, поставили на новый путь. Христос говорит «Я есмь путь». Человеку же нужно видеть этот путь. Это не наше движение, это не наша деноминация, это не наша конфессия, это не наше объединение. Не наше желание. Да, даже не наше желание. Есть Христос и путь. И Дух Святой открывает человеку глаза на этот путь. Не на церковное. Хотя мы в церкви принадлежим, члены церкви, да, мы движемся, что-то мы делаем. Но Христа же нельзя отменить. Церковь, скажем, поместно не может затмить путь Христов. Да и мы не должны это делать. То есть церковь, наоборот, должна высвечивать Христа, а наоборот поощрять людей, чтобы они приняли Духа Святого для того, чтобы увидеть путь и двигаться по Нём. В этом страшном ничего нет. Это естественное проявление. Представьте себе, ребёнок родился, и от родителей зависит, включить ему зрение или нет. Они говорят, а мы не будем включать зрение. Вдруг он увидит этот мир и пойдёт туда. Просто чего есть? Да, пусть будет лучше. И потом нас оставит, да? И потом нас оставит. Нет, вот поэтому и зрение нужно, и слух нужен, и знание нужно. И этим наделяет нас Дух Святой. Он включает функции внутреннего человека. Итак, что нужно для принятия? Знать, что это обетование. Знать проявление Духа Святого. Написано, Господь даёт Духа повинующемуся Ему. То есть человек должен повиноваться Христу. Не просто так. Господи, дай мне Духа, а дальше я буду делать, что захочу. Дух послушания, другими словами. Да, это сын, который хочет, или дочь, которая хочет понять, о чём же говорит Христос. Вот таким Господь даёт Духа Святого. Ну вот один такой поинт, Рома. Знаешь, ну, конечно, мы видим в Денях Апостолов, да, что Христос как бы им сам, ну, как бы повелел, или предложил, говорит, не отлучайтесь, вот в День Пятидесятницы вы получите Духа Святого. Теперешнее время как людям просто ожидать, или всё-таки свойственно христианину, ну, как бы просить это принятие, или как бы желать это принятие и молиться, Господи, пошли мне Духа Святого. Вот в таком ракурсе. Мы читаем несколько, в Евангелии записано несколько моментов принятия Духа Святого. Из этого можно сделать вывод. Где-то мы читаем в Деяниях после проповеди Филиппа, пришли ученики и помолились. Но это нельзя так представить, что люди идут с Иерусалима, прям заходят в церковь и тут же начинают молиться. То есть они рассказали, Пётр знал, что нужно рассказать. У него был, мы читаем, в Доме Корнилия. То есть он говорил о Духе Святом, они приняли. Здесь нужно было тоже рассказать. Когда апостол Павел встретил учеников Иоанна, он говорит, приняли вы, а мы не слыхали. Значит, нужно было слышать. И дальше он пишет уже галатам, что Духа принимают через наставление верия. Опять-таки, это важный момент. Знать, что Дух Святой – это обетование, Бог хочет, чтобы мы имели Духа Святого, знать Его функции, быть готовым принять вот эти все функции. Что нужно делать? Молиться? Конечно, нужно молиться об этом, нужно просить. Христос говорит, просите Духа, если вы, будучи злыми, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа просящим у Него. В одном месте сказано благо, в другом месте сказано, что просящим Духа даст. Ну, важно только, да, значит, просить – это хорошо, это правильно. Только важно, с какой целью понимать, для чего ты просишь этого Духа Святого. Как вот мы говорили, что принятие Духа Святого для чего? Для того, чтобы Дух Святой открыл тебе больше познания по Слову Божьим. Правильно? Ну, не только открыл. Дал, вот смотрите, дал силу, да, о проповеди. Если человек не принимает Духа Святого, вот возьмем учеников, в Деянии 1 глава 8 стих, будете мне свидетелями. Ну, разве они не видели, что делал Христос? Видели, сами ходили, сами делали. Но Христос говорит, это еще знание неполное. Значит, человек может быть рожден свыше, крещен Духом Святым в теле Христа, все со спасением, все нормально. Но Духа Святого не принял, он будет читать Слово, понимать его буквально. И будет проповедовать буквально. По букве. По букве. Он, если этого недостаточно, он пойдет учиться, его научат. Знаешь, вот такая история, вот такая предыстория, вот тут такой контекст, вот здесь подстрочный такой... Всякой габалитике научатся его. Да. Где-то отчасти это нужно. Но это не заменяет Духа Святого. Вот нужны школы, которые обучают. Или это в церкви происходит. После рождения свыше, человеку нужно отдельно, сознательно принять Духа Святого, чтобы он знал, покаяние было? Было. Водное крещение было? Было. А принятие Духа Святого было или нет? Должна быть дата. То есть в церквях этому учат, что нужно принять Духа Святого. А как же без Духа Святого? Часто это совмещает вот крещение, вот и получил Духа Святого. Как вот, может быть, вот этот пример Христа, что он принял крещение водное, и потом встал на него, сошел Дух. И вот таким образом предположение именно в том, что вот так вот и как... Со Христом, кстати, тоже интересный вот такая вот параллель. Христос родился, был же Сын Божий. И прожил примерно до 30 лет. А только в 30 лет сошел Дух Святой. Значит, с Сыном был, все было нормально, все было, все хорошо. И потом уже сходит Дух Святой. То есть Он не переродился заново. Дух Святой сошел и повел Его в пустыню, назад вернулся, в силе Духа, начал говорить, проповедовать. То есть Он подчинился Духу. Ему возрождение не надо было. Ему не нужно было возрождение. Это говорит о том, что рождение — это одно, а принятие Духа Святого — это другое. Так и верующий человек должен знать дату покаяния, дату водного крещения и дату принятия Духа Святого. Должен быть момент. Он должен быть уверен, что Он имеет это. Конечно. Произойдет ли это в момент водного крещения? Если человека наставили, может, а может произойти и раньше. Здесь зависит от наставления в вере. Как только человеку рассказали, он согласился, поверил, принял. Вот в Коринфе мы читаем, там даже, вернее, в доме Корнилия, Петр там даже не молится. Да, мы даже рук не возложили. Он удивился даже. Да, он удивился. Но он рассказывал о Духе Святом. И они слушали, потом раз и сошел на них. Да, они слышали, они согласились, они поверили, и поверили, приняли, приняли, поверили, сидели, слушали. Там не было молитвы этих... Специально для... Да, специальные молитвы вот тех людей. Они сами за себя не молились, Петр за них не молился. А уже когда он увидел, что они говорят на иных языках, говорят, вот так мы тоже так говорили. Я понимаю, я слышу, о чем они говорят. Мы, когда сошел на нас Дух Святой, мы хвалили, мы прославляли, мы говорили, исповедовали Иисуса Христа. Когда на них сошел Дух Святой, значит, он тоже говорил, Петр говорил на этом же языке, на котором... Да, он мог понять, о чем они говорят. Не знаем, какой это из 16 наречий или языков, но одно из них получили те люди, которые вот в доме Корнилия, потому что он понял их. То есть он понимал, о чем они говорят. Таким образом, он говорит, ну, надо хотя бы водное крещение тогда преподать. То есть принятие Духа Святого всегда базируется на вере, а вера зависит от знания. Знает человек, и тогда вера — это его желание. Я согласен, я принимаю, я заодно... И происходит сошествие Духа Святого. Рождение свыше во время благодати сейчас связано с крещением Духом Святым. Родился, крестился в тело Христа. Часть тела Христа, член тела Христова. Находясь в теле Христовом, человеку необходимо принять Духа. С какой целью? Чтобы понимать Слово. Чтобы понимать духовное значение того, что оставил Христос. Хорошо, давайте мы двинемся немножко дальше и будем читать или порассуждаем о проявлениях или о последствиях того события, когда сходит Дух Святой и что же человеку нужно ожидать. Вот он сошел, что дальше? Первое послание Коринфянам, вторая глава с 10 стиха. Прежде чем будем читать, я хочу объявить телефон 424-3940. 424-3940. Здесь в студии телефон. Можете позвонить нам, и мы с удовольствием примем ваши звонки. Итак, первое послание Коринфянам, вторая глава с 10 стиха. Апостол Павел говорит о проявлениях Духа. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух проницает, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога». Значит, что открыл Духом Святым? Значит, Бог Духом Святым открывает суть и значение Слова Божьего. Потому что в Слове находится и благословение, в Слове находится и жизнь, и сила, и Дух. Дух — это проявление, это энергия. Дальше мы читаем, чтобы нам знать, дарованное нам от Бога. То, что мы получили. То, что мы получили во Христе. Дело в том, что задача наша не просто родиться свыше, наша задача знать, что нам даровано, для того, чтобы нам этим пользоваться. В каком смысле? Например, мы приехали, ну, даже вот попали сюда, на эту радиостудию, вот в студию, да? Как мы сюда попали? Мы сели на автомобиль и приехали. А, допустим, я скажу так, так, ну, я человек, я встану и пойду пешком, буду рассчитывать, что сюда идти, скажем, два часа. Ну, а зачем идти, когда есть автомобиль? Или, например, прежде чем мы сюда приехали, мы созвонились, мы созванивались. А зачем мне пользоваться телефоном? Я пойду, или письмо напишу, или там, когда-нибудь увижу. Телеграмму. Да, телеграмму дам. Понимаете? То есть мы пользуемся средствами связи, средствами, там, сообщения, средствами, там, автомобилями, одеждой, всем остальным. А скажу, я же человек, зачем мне одеваться? Нет, одеваться нужно, и бриться нужно, и ботинки нужно одевать, и на автомобиле ехать, и всё остальное. Это нам дано. Дано. Для того, чтобы нам здесь жить на земле. Средства, да? Да. Во Христе мы не просто попали такие вот, скажем, не одетые, не обутые, не экипированы духовными инструментами. Мы попали во Христа, и там много что есть. Допустим, мы читаем о военном снаряжении. И щит, и меч, и броня, и так далее. То есть это есть. Ну, это, знаете, это не всё, что есть во Христе. Это для того, чтобы воевать. А когда друг с другом, мы не одеваемся так, мы ни щит, ни меч не одеваем. Для того, чтобы нам друг с другом общаться, или правильно жить во Христе, нам нужно одеться в любовь, нам нужно одеться в милосердие, нам нужно одеться вот в новые качества, которые нам предлагает Христос, как одежда. То есть есть военное снаряжение, есть другая одежда, которую мы должны тоже носить, тоже должны взять. И это нам даровано. Однажды Христос рассказал такую притчу о богатом человеке, который сделал пир, свадебный пир для сына своего. И вот он позвал людей, пришли люди, ну, пропускаем детали, пир наполнился, или зал наполнился людьми. И вот вышел хозяин и смотришь, что один человек не в брачной одежде. Подходит и говорит, друг, как же ты, ну, зашел. Ты посмотри, все же в брачной одежде, ты же на брачный пир попал. А как ты тут оказался? Вот. И конец его был печален. То есть не просто нужно было зайти на брачную территорию, на территорию пира, нужно было еще и одеться, или, правильнее сказать, переодеться. Старое снять, новое одеть. Так точно и во Христе недостаточно только вот попасть туда. Ну, для ребенка, для младенца на первых порах этого достаточно. Но дальше человеку нужно переодеваться. Старое снимите, новое оденьте, ветхого отложите, нового возьмите, трансформация ума, преобразуйтесь обновлением ума вашего, да, духом ума вашего. Вот. То есть это работа, это переодевание, это перемена, это реконструкция нашего человека. И это же все дано? Дано. Это же надо увидеть. Во что мне одеваться? А люди говорят, а у меня такой характер. Да, характер такой, но его нужно поменять. Ну, вот интересно тоже, я часто замечаю людей, которые либо уже были некоторое время верующие, или только, может быть, отстали, но их жизнь или опыт чему-то научил. И вот они говорят, да, ты говоришь вот интересные вещи, да, ты говоришь как-то так немножко по-другому, а вот все-таки практика, вот жизнь, она говорит совсем по-другому. Это нереально, это нелогично, это, может быть, непрактично. И получается, человек, ты вот говоришь, да, о том, что нужно менять, как-то что-то преображать, а человек говорит, наоборот, вот этот весь багаж, с которым я пришел, с той жизни, он полезный, он хороший, он даже эффективный, потому что таким образом нужно жить в жизни, потому что таким образом только можно пробиваться и продвигаться дальше. Ну, у каждого есть разный опыт. Я, например, знаю одного человека, он говорит о себе так, то, что я знал, я все почитаю за ссор. Все за ссор. Знание, опыт. И он говорит, я вообще уже отказался от своего права себе судить. То есть говорить, кто я такой. Вот как Господь о мне говорит, так я говорю. Речь идет об апостоле Павле. От всего отказался, все почитал за ссор. Хочу узнать, что дал мне Бог во Христе. Понимаете, при чем тут наш опыт, при чем тут наша жизнь. Я могу быть суперинтеллектуальным, суперразвитым, но когда я открываю Писание, это я должен приравлять все к нулю. Каким образом? Чтобы мои знания не противоречили, не бунтовали с тем, что дает Господь. Не просто как бы, ну, человек имеет знания, он забыть их не может. А вот отказаться может. Каким образом? Отключить свой мозг. Да, не мозг отключить. А когда он читает Слово Божие, и вот знание или опыт говорит, а в жизни не так. В какой жизни? В мирской жизни, в жизни без Бога, в жизни по плоти, там не так. А во Христе, во Христе по-другому. Видишь, Рома, я наблюдаю, что многие есть верующие, которые, они как бы, как бы, с одной стороны, они, ну, хотят быть со Христом, имеют, как бы, надежду на достигли какого-то уровня и на этом останавливаются. Поэтому, когда мы говорим о Духе Святом, это не просто, как бы, познание Духа Святого, это как бы повеление. Бог хочет, чтобы мы приняли и чтобы мы в этом продвигались, потому что без Духа Святого мы не познаем просто истину до конца. Конечно. А если мы не познаем истину до конца, тогда как, тогда как, как мы сможем... Отсюда вытекает много проблем, если человек не знает, не понимает Слово. Так вот, есть, вот я, я вот думаю, что некоторые просто как-то останавливаются и говорят, а зачем мне это? Я довольствуюсь тем, ну, я читаю Слово Божие, мне достаточно. Это же не устраивает. Как-то бояться как-то. А вот это, без этого нельзя. Как можно без Духа Святого, который является, как бы, он как бы, наставник, наставит, утешит, направит, как правильно исполнить Слово Божие без открытия и без наставления Духа Святого? Ну, представь себе, вот человек приехал в Америку и закрылся в подвале, взял учебник английского языка, ну, даже не учебник, а просто английскую книгу, английскую книгу, вот, не знал английского языка, не слышал ничего никак, вот взял эту книгу, начал изучать сам. Говорит, мне не нужен учитель, мне не нужна помощь, я сам. К чему это придет? К плачевному результату. То есть, человек что-то, что-то увидит, он что-то нафантазирует. Понимаете, и вот будет даже хуже, чем вообще бы он, лучше бы он и не начинал самостоятельно учить. Потому что, вот смотрите, когда Христос пришел, фарисеи же знали Писание, законники знали, и священники знали, и народ знал, но народ знал не так хорошо, как священники. Священники настолько букву знали, что убили Христа. Народ, они народ возмутили, написано. Народ не сам хотел, да, хотя он и кричал, но их просто накрутили, этот народ, по незнанию. Они были простодушные. Вот. Значит, когда человек открывает Слово Божье, Слово Божье открывает, не имея Духа Святого, то из этого вытекает еще хуже. Смотрите, если фарисей научит фарисея, то сделает вдвое хуже себя. Если слепой поведет слепого, оба упадут в яму. Лучше бы он и не вел, лучше бы он и не говорил, потому что человек-то, открывая Писание, говорит, так говорит Господь. На самом ли деле он получил откровение, чтобы заявлять настолько авторитетно, что так говорит Господь. Вот почему это не просто привилегия, это крайняя необходимость иметь Духа Святого. Это крайняя необходимость. Это всем, не только пастырям, проповедникам, всем слушателям необходимо иметь Духа Святого. Просто желательно, да. Конечно, потому что каждая душа это в теле Христа. Это не то, что пастырь там, ему можно Духа Святого иметь, а прихожа, такому простому человеку, члену церкви, ну и не обязательно. Нет, он же во Христе. Человек во Христе, и Дух его должен вести, конечно, поэтому ему необходимо иметь, ему необходимо иметь духовное зрение, духовное понимание. В церковь пришел, пастырь, допустим, имеет Духа Святого, рассказал самую правильную проповедь, изъяснил, истолковал Писание, а человек принять не может. Вот на него это не действует. И такие люди ходят десятилетиями в собрания и не меняются. Почему не меняются? Это не то, что проповеди плохие. Это человеку непонятно. Он говорит, я согласен, но не могу. Я слушаю, но не укладывается. Хотелось бы, но не получается. А почему не получается? Или забылось бы. Или забыл, или память плохая, или уже я так привык, или у нас традиция, или я вырос. Миллион объяснений. А скорее всего причина в том, что человек не принял Духа Святого. Поэтому принять... Не родил о Духе Святом, да? Принять, родить о Духе Святом. Если не было наставления, то может быть он бы и родил бы, если бы объяснили. Да, поэтому по проявлению можно увидеть, имею Духа Святого или нет. Понимаю ли я духовное значение или нет. Имею ли я те проявления, которых написано в Писании или нет. Если у меня этого нет, надо признать, да, я еще не принял. Если человек не уверен, принял он или нет, ну, конечно, как он может сказать, что он принял? Допустим, у меня дома есть две машины, я точно знаю. Я не чувствую, я не фантазирую, я знаю, что две машины. Вот. Если человек принял Духа Святого, он знает об этом. Он знает. А если он, я вот не знаю, то ли так, то ли не так, то ли принял, то ли нет, то ли показалось, то ли... Братья и сестры, вы как молились? Надо пойти у пастыря спросить, может быть, он знает. Понимаете? То есть, вот здесь, если человек спасен, он знает, что спасен. Принял водное крещение, знает, что принял. Ученики приняли Духа Святого, знали, что приняли. Когда мы сегодня принимаем, мы тоже знаем. Это следующий шаг. После рождения свыше нужно следующий шаг сделать. Принять Духа Святого по вере. И это не какая-то там за грани выходящая истина. Это простая истина для новообращенных. Итак, апостол Павел говорит, опять-таки, хочется сделать остановочку. В Коринфской церкви верующие приняли Духа Святого, но жизнь была не на уровне. Жизнь была очень такая. Как так может быть? Я думаю, послание Коринфянам одно из затрудняющих не в том вопросе истины или какие-то глубокие истины, которые тяжело понять, а вот именно вот этот парадокс. Церковь полна таких проявлений, полна благословений, но такое поведение кажется, как несоответствующий верующим людям. Когда я ходил в школу, ходил общеобразовательную еще в России, то у нас в классе были двоечники. Вот были. Учитель был, учитель говорил, были отличники, были двоечники. От кого зависело быть двоечником? От учителя или от ученика? Конечно, от ученика. Учитель рассказывал одинаково. Так вот... Может быть, еще и от среды, в которой они дружили. Ну, может быть, и так, да. среда там... Это тоже влияет. Да, это тоже влияет. Так вот, человек, который... Смотрите, коринфяне, родились свыше, были крещены сразу же в тело Христа, приняли Духа Святого, дары получили, но они не совсем усвоили, для чего же нужен был Дух Святой. Дух Святой был нужен для того, чтобы расти духовно. Они получили дары, начали... А у меня такой дар. У тебя один язык, а у меня пять. А у меня десять. И они начали вот у них... Сосвязаться, да. Да, начали соревноваться, у кого больше. Поэтому проблема была в церкви. Допустим, это Кожикарин в Греции, да, кто-то вставал и говорил на эфиопском языке. Допустим, он же дар получил. Это не просто... Это дар, это оговорение лучше, чем на родном языке. Это дар. Вот мы понимаем, есть дар пения. То есть, каждый может спеть, но если выйдет человек даровитый, он поет, ого-го как. И мы только слушаем и радуемся. Так вот, в этой церкви было примерно подобное. Люди выходили, действительно, это говорит... Вот мы сколько там говорим, 10 тысяч, там 20 тысяч слов. А этот человек говорит, скажем, у него словарный запас 150 тысяч. Он говорит совершенно на этом языке, красочно. Он настолько насыщенная речь, настолько он доступен, настолько... и он сам себя слушает и радуется, думает, вот-вот я уже достиг верха совершенства, да. Ну, действительно, Дух Святой дал тебе такую способность говорить там, может быть, на китайском, может быть, там на греческом, не говорили там, на еврейском, или еще. Ну, языков много. Они получили дарование и говорили в церкви на этих языках. Но апостол Павел говорит, если другие не понимают, если другие, какая же польза? Да, ты получил. Может быть, нужно объяснять тем, которые знают этот язык, потому что там мы читаем, это знамение для неверующих. Неверующие должны услышать и удивиться, как же это так? Не учились и говорят без акцента. Это же чудо. И вот это чудо должно было их привести к покаянию. А они начали использовать не по назначению свои дары. То есть, несмотря на то, что они получили Духа Святого, получили дары, вот все это явление не исключает волю человека. Она все-таки остается. Немножко, как в смысле или в образе Самсона, да? Бог Духом сходил на него, у него были такие проявления сверхъестественные, да? С сверхъестественной силой. но по часу он не использовал вот эту способность, да, по назначению того, как хотел Бог. Да, он жил немножко вот другой жизнью. Вот, поэтому и это привело к чему? Привело к плачевным последствиям. Так и в этой церкви. Духа получили, дары получили, но необходимо расти в этом. Они начали там делиться, начали грешить, они успокоили себя. Раз я, смотри, спасение есть, да, во Христе, да, Духа имею, да, дары имею, да. Все, можно остановиться. Апостол Павел говорит, да я больше всех вас говорю языками. У него, я не знаю, сколько было, 20-30 языков. Много у него было языков иностранных. Но он говорит, и что теперь? Я двигаюсь во Христе, я познаю Его, я не почитаю себя достигшим. Но он не остановился. Он не остановился. А эти, и он их называет младенцами. Говорит, вообще-то, все-таки, в конце концов, любовь, не вот эти проявления в них останавливаться, в них радоваться, как в конечном. Хотя, дары и нужны, они необходимы, действительно, они имеют временное явление. То ли это дар пророчества, один из высоких даров. Дары исцеления, только здесь нужны. Дары языков, ну вот мы знаем, на сегодняшний день около 7 тысяч языков существуют на Земле. Они нужны, эти языки. То есть, иностранные языки нужны. Но это временное явление. Когда мы выйдем из нашей телесной оболочки, мы будем понимать на уровне мысли. Нам не нужен будет ни русский, ни английский, ни китайский, ни греческий, ни еврейский, ни арамейский. Там будет новый язык. То есть, даже вот этот дар ограниченный, да, он имеет временное явление. И чудотворение там, остальные дары. А вот любовь, любовь, она переходит отсюда туда, она не кончается. Это наша атмосфера, в которой мы будем жить. Видишь, Роман, вот я просто как раз вот читаю вот этот одиннадцатый стишок и думаю, действительно, как это важно иметь, принять Духа Святого. Почему? Потому что вот второй одиннадцатый стишок «Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Получается, если мы не имеем вот этот, не приняли это Духа Божий, мы не можем познать всецело Бога, как Его силы, Его проявления у нас. А если мы Его не знаем всецело, тогда мы получаем как духовные коллеги. И поэтому, когда люди, называя себя верующими, но как-то отстраняются от того, чтобы принять Духа Святого, это не совсем, я бы сказал, хорошее проявление. Ну, я не думаю, что верующие как бы отстраняются. Ну, вот смотри, вот апостол Павел, когда к Коринфянам, когда пришел, да, мы опять возвращаемся к Коринфянам, и вот он говорит в Деяниях 19, да, он говорит, в Деяниях 19-го главе, говорит, «Вы слышали, приняли ли вы Духа Святого?» А они говорят, «А мы даже не слышали об этом». Говорит, «Мы даже не слышали о Духе Святом». Получается, что люди как-то и не родились. Ну, да не в Коринфянам, он там дальше уже пошел, где он нашел, там учеников Иоанновых. Ну, да, они даже не слышали. Они еще не слышали. На сегодняшний день, я думаю, человек слышал много. Например, может быть, ему лично об этом не говорили, но он Писание читает. Даже если, даже если в церкви, допустим, он это не услышал, но у него есть Евангелие, и в каждой церкви поощряют читать Новый Завет. Что что за человек верующий, который Библию не читает? Но в какой-то момент он должен задаться вопросом, «А я вообще принял Духа Святого или нет?» А как же это так? Ученики приняли, Христос сказал, апостолы принимали, они учили, все принимали, а я? Мне же тоже нужно принять. Обетование есть, Бог послал, как же мне быть? Какое же мое положение? То есть человек, читающий Библию, он обязательно задастся таким вопросом. В свое время я тоже задался таким вопросом. Но я пришел, я столкнулся, думаю, как же так? И мне нужно было решить этот вопрос уже спустя время, когда я, спустя долгое время, после водного крещения. Хотя тогда молились, руки возлагали, говорили, но уже спустя время я принял по вере. Тогда я не понимал, я фразы такие слышал, надо мной молились. Ну, как обычно, это делается после водного крещения. Молятся, руки возлагают, и чтобы Духа приняли и так далее. Но проявление Духа я не видел. После того, когда я прочитал и начал задаваться этой целью, ну, подожди, как же так? Что-то, да, расхождение. Я читаю и не понимаю, я читаю и не вижу, а почему? А хочется верить, а хочется поступить, поступать по Духу. А дальше мы читаем еще Духом Вадимы. А что это за вождение Духом Святым? А что это за вообще, люди некоторые говорят, ты представляешь, духовный смысл этого слова. Меня это так, скажем, раздражало. Где этот духовный смысл? Он видит, а я не вижу. Что-то он усматривает, а я нет. А мне тоже хочется узнать. Я же тоже в теле Христа. Я же не какой-то там второсортный. Я хочу понимать Христа. Я хочу понимать Его речь. И когда стал я задаваться такой целью, я читаю слово, вот стихи просто светились. Смотри, это тебе нужно, это нужно, вот это нужно. Оказывается, Бог дает, оказывается, Он хочет. Это просто я не принял по своему нерадению, по незнанию, по невежеству. По невежеству. Потому что читая, не обращал внимания. И это своего рода, как бы, то, что ты назвал невежество, оно как бы является своего рода грехом тоже. Нельзя так относиться к Слову Божию. Я, конечно, нельзя. Относиться к тому повелению, которое Бог сказал, чтобы мы принимали. Это же желание Его. Это же как бы... Во всяком случае, раньше апостолы приходили и молились о тех верующих, которые покаялись в Иисуса Христа, приходили и молились, чтобы они приняли Духа Святого. Нельзя останавливаться на том, что ты покаялся, принял и водное крещение и на этом останавливаться и дальше. Поэтому давайте возьмем другую сторону. Что происходит с человеком, который уверовал, принял Иисуса Христа, оказался во Христе, Дух Святой крестил его в тело Христа, спасенный, имя записано на небесах, но не принял Духа Святого? Что с ним происходит? Во-первых, он не понимает Слов Христа. Вот он читает Библию, он видит только историю. Что он делает? Следующий вывод. Он начинает читать книги, которые должны помочь ему. Объяснение. А их так много сейчас. Да, а книги написаны. Томы на томы. Поэтому люди начинают читать книги, начинают читать журналы, начинают читать другую литературу. Они используют, ну я не хочу это слово использовать, костыли, но все-таки используют человеческую помощь. Конечно, книги есть, которые содержат духовный смысл, но Библию заменить никто не может. Первоисточник никто не может изменить. Поэтому я не говорю, что книги читать грех, нет, но это ты можешь делаться на них. ты не можешь делать основание, опору, вот я, допустим, верующий по книге такого-то, а ты верующий по книге такого-то. Тот кто-то что-то сказал. Или вот, я помню, раньше такая ходила, вот верующие вачманисты. То есть, они верующие, но вачманани. Понятие, как бы, или верующие там кальвинисты, верующие, или верующие там армянияне. То есть, вот на какие-то книги ссылаются, на какие-то литературу, еще что-то. Мы верующие по учению Иисуса Христа. Почему люди уходят в сторону? Они считают, что Библии недостаточно. Какой-то человек нужен, который объяснит лучше. Даже Павел боялся того, чтобы его назвали, что я Павлом. Он боялся этого. Основание Христос, я положил основание, строите на Христе. Но если человек не принял Духа Святого, он не сможет. У него инструмент есть, материал есть, а строить не сможет, он не видит. Представьте себе, что вам дали книгу, очень интересную. Но она написана на языке Брейл. Это язык для слепых. Там точечки такие. И вот вам эту книгу дали. И вот скажут, прочитайте, расскажите, что там есть. Вы пробуете, ну какие-то точечки, шишечки, и все. И вы начинаете сказать, о чем книга? Это книга о природе. И вы начинаете, так, природа, пахнет, трава, деревья. Вы начинаете фантазировать, потому что тот, кто не знает этот язык, он ничего не поймет. Но фантазия работает. Раз это книга о природе, ну, значит, будем рассказывать о природе. И человек выйдет за кафедру и будет читать, говорит, братья и сестры, вы знаете, вот так дует ветер, тут моря, тут другой выходит, ту же самую книгу так же будет, а вот здесь это уже океан, там уже киты плавают. Говорит, тебе открыто так, а ему так. И все смотрят в одно и то же. И все смотрят, да, и говорят, мы опираемся. Это очень не смешно, это очень серьезно, поэтому, да, сохранит нас Господь, чтобы мы вот как бы без откровения что-то говорили, без откровения, или еще люди говорят, я авторитетно заявляю. Вот, ну, авторитетно, он может, еще надо проверить свой авторитет или свою уверенность или самоуверенность. Ее нужно испытать, проанализировать, она на слове или нет. Поэтому принятие Духа Святого это крайне необходимая стадия, которую человек должен пройти, просто должен, его нужно научить. И если вы знаете таких людей в вашей церкви, которые покаялись, приняли водное крещение, христиане, но Духа Святого не приняли, подскажите им, пускай они прочитают, прочитают Евангелие, читают деяния апостолов, послания, там, где говорится о том, что необходимо делать. Какая важность Духа Святого. Важность Духа Святого. Следующий вопрос, и следующий, может быть, уже на пути к разъяснению, пониманию Духа Святого. Он еще идет и с дарами, да? Или у него есть дары, которые он обогащает человека, который принимает его, да? Дух Святой дает определенные, наделяя верующего, определенными функциями. Мы их называем дарами. Писание говорит дары. Дары. То есть, это особое проявление. Вот. Ну, давайте, мы уже это разотронули, поговорим о дарах. Это записано в Первом Послании Коринфянам, 12 глава. Известное место. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различное, Господь один и тот же, действия различные, Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу». Пока остановимся здесь. Здесь апостол Павел выражает вот жизнь или действие верующего человека в трех направлениях. Дары, служение и действие. Значит, дары — это когда человек имеет определенный дар, ниже мы будем читать. Давайте прочитаем, потом вернемся. «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Вот это очень интересно, вот как ему угодно. Получается, что это как Духу угодно. Получается, ну, правильно ли это, когда люди просят проявление Духа Духа Святого именно в каком-то в конкретном таком направлении. Вот я хочу, чтобы у меня был вот именно вот такой дар, только такой дар, или дай мне только вот такой дар, дай мне проявление, или дай мне быть исцелителем, или дай мне быть пророком, или дай мне, чтобы я говорил на иных языках, или еще что-то. Это будет правильно? Или же, как вот здесь, что Дух сам решает, кому что, какой дар. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо заглянуть в один источник, очень достоверный. Это называется Библия. Просили ли апостолы определенный дар? Нет, не просили. Христос сказал, вы примите Духа, и Дух решит, кому что дать. Когда в день Пятидесятницы они говорили языками, они не просили языки. Не просили. Просто это нужно было на тот момент дать языки. Это были языки иностранные, как мы читаем. Там перечисляются языки, наречия, то есть, это диалекты определенных языков. Они не... Христос не сказал, я уйду, вы собираетесь и просите, чтобы вы говорили на иностранных языках. Ничего об этом не сказано. Христос говорит, придет Дух Святой, и с вами произведут некоторые духовные перемены. Все, они сидят и ждут. Да, они стали говорить на иных языках. Да, слава Богу. И дальше мы читаем разные языки. Даже, как уже было сказано, в Кореевской церкви имели разные языки или иные языки, то есть, иностранные, иные, другие, чужие, неродные. Это новый язык, другой язык. Люди получают разные дарования. Мы не видим, опять-таки, Писание не учит нас. Люди говорят одну версию, вторую, третью. Версий разных очень много. А Писание одно на всех, поэтому мы опираемся на Писание. Не на книгах, не на толкованиях. Писание говорит, если там будет написано, было бы написано, что нужно просить язык, мы бы об этом говорили, об этом бы учили. Раз об этом не сказано, мы об этом не говорим. Ну, я имел в виду, когда я вот этот вопрос поставил, именно зациклился на языке, а именно на каком-то конкретном дорывание, которое мне нравится. Кому-то нравится, скажем там, пророчествовать, кому-то нравится, чтобы, ну, хочется, вернее, не нравится, а хочется, только пророчествовать. Кому-то хочется говорить на иных языках, кому-то хочется истолковывать эти языки. А вот здесь, видишь, вот в 11 стихе, я обратил внимание, Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно, как Он хочет, а не как Я хочу. Ну, представляешь, если, ведь это тот же самый Дух, который крестит человека в тело Христа. Вот Он знает, если Он поместил тебя, скажем, в области уха, то Он должен дать тебе способность слышать. Если Он тебя поместил в области глаза, то Он тебе должен дать способность видеть. Ты не можешь, ой, Дух тебя поместил, скажем, сделал тебя носом, а ты хочешь работать, как рукой. Тебе нужно... Сопротивляешься, я не хочу быть носом, я хочу быть в этой части тела. Или, допустим, тебя сделали рукой, а ты уже, а я не вижу. Ты должен подчиняться другим действиям. То есть, вот Дух Святой знает, куда поместить и знает, какие функции дать. Это не мы решаем, это Дух решает. Наша задача только, ну, вначале, как уже было сказано, родиться свыше, принять Духа Святого, и дальше дары будут сами, ну, скажем, дадут о себе знать. Человек по мере роста увидит, какой у него дар. И вот об этих дарах нужно ревновать, развивать. Апостол Павел пишет к Тимофею, и он говорит, у тебя дар есть, но что тебе необходимо делать? Пребывай в учении, пребывай в наставлении, вникай в себя, рассказывай об этом других, там это делай, там читай, там смотри, не ради о своем даровании. То есть, несмотря на то, что человек имеет дар, он должен развивать его, развивать его, он должен обращать внимание. Допустим, если это дар пророчества, если это дар пророчества, человек должен тратить много, особое время для изучения слова. Он же пророк, он же должен настраивать свой слух, держать свое сердце в чистоте для того, чтобы услышать голос Божий. Пророки, они прорекают слово Божие. Не то, что там показалось им или они посчитали нужным. Пророк говорит то, что говорит Господь. Этим занимались пророки, они своего не говорили. Господь сказал, передали. Для того, чтобы пророку передать слово, ему изучать на дописании. Очень тщательно изучать, вникать. Вот это и будет родение о даре пророчества. У нас звонок есть, да? Мы принимаем, пожалуйста, говорите в эфире. Дорогие братья, дорогие, дорогие братья, я приветствую вас. Приветствую. Очень рада. Всегда слушаю такое прекрасное объяснение. Да, сейчас я выключу радио, на столе. Братья, вы знаете, меня очень смущало, когда, значит, я умировала, господь, мне такой Господь дал способности писать стихи. писать стихи. А другие способности, вот, например, языков, там, или еще, это очень много у Господа. А этого, значит, не дал. там, молиться, там, еще что-то, вот, самое. такого нет. И вот, я, значит, услышала, что, такое, что, если человек не, значит, не получил дар говорения на языках, то он не получил Духа Святого. Меня, знаете, ну, поскольку еще мультировало, там, не укрепилось, и все так сильно, меня это очень смущало, меня очень смущало это. И я, знаете, даже к какой-то осторожности относилась к этому. А вот потом, значит, мне, ну, Господь, мне стал все это разъяснять, как вы сейчас разъясняете. Если бы, если бы человек, который не принял, не разговаривал на этом, на незнакомых, на незнакомых языках, если бы он не разговаривал, то на каждой, не получил Духа Святого, то на каждой бы странице, я считаю, апостол Павел и все остальные эти апостолы, они говорили, что, а говорили, потому что это очень страшно, если человек не получил Духа Святого. Но они, апостол Павел говорит, все ли у вас говорят на этом? Да, все ли говорят? Все ли пророчат, не все ли у вас поясняют, допустим, иностранные языки? Не все поясняют. Он очень спокойно говорит. Он не говорит, да, я бы жала, что все разговаривали, конечно, но имели его значить языки, но он никогда не сказал, что вы не погиб, вы погибнете, примите, пожалуйста, примите только. И мне кажется, он бы на каждой странице говорил об этом, как мы говорим про любовь, что если кто Дух, Дар Бога Святого не получит, вот другое, что Дар Духа Святого это любовь, вера, кротос, раздержание, благость, милосердие, кротос, долготерпение. А он этого не говорил. Почему люди до сих пор спорят? Почему спорят, почему спорят, огорчают друг друга? Постараемся на него ответить. Спасибо. Очень и очень понятно. Это очень понятно. Как вы считаете, вот и романы... Да, хорошо, спасибо. Сейчас попытаемся ответить. Как вы считаете, это неправильно? Это неправильно. Некоторые люди смущаются, потому что я читала книгу одного очень известного проповедника, который, значит, был в одной из церквей, и что он там увидел, его очень просто поразило. А что вы там увидели? Ну, там, значит, один стучит по спине, прими, прими, да, зови, зови, выпрашивай, выпрашивай. Говорит, один стучит по спине, другой еще что-то. Это неправильно же, это неправильно. Я когда прочитала, думаю, ну... Хорошо, да, спасибо большое. Мы поняли ваш вопрос. Во всяком случае, вот такие неприятные. Хорошо, спасибо. Дело в том, что действительно мы сталкиваемся с разными, ну, объяснениями, что ли, разными взглядами, разными мнениями. Их существует очень много, все их не пересмотришь, все не переберешь. Когда разные вероучения, да? Разные вероучения. Вот. Необходимо основываться на слове. Когда вот мы читаем эту главу, тут говорится, ну, каждому дается проявление духу на пользу. И уже потом перечисляется, одному даются дары, другому это, третьему четвертому. А как насчет служения, как насчет действий? Понимаете? И он дальше говорит, что все ли имеют дарование. Тем более, когда сегодня люди говорят, человек говорит языком. Понимаете, это мы вот как вот во времена Советского Союза говорили так. Говорим Ленин, подразумеваем партия. То есть, при чтении Священного Писания этого быть не должно. Говорим одно, подразумеваем другое. Если Писание говорит, говорит кто на языке, говорит, значит, ну, на самом деле говорит. Я сейчас говорю по-русски. Я говорю. То есть, говорящий должен говорить. И кто не понимает русский, я могу перевести на английский. Ну, подожди, это другой вопрос. Допустим, у меня нет дарования английского, то я не могу перевести этот язык. Вот. Ну, я просто хотел сказать на слово говорить. Не молиться, а говорить. Говорящий на таком-то языке. То есть, человек должен говорить. И говорить не просто, как, скажем, как мы тут начинали, знаете, там, слова неправильно вставляли еще, а говорящий с дар, это дар говорения, это, ну, вот сестра там, получила дару там, стихи писать. Или там, скажем, как Пушкин писал, как Лермонтов писал, другие писали. То есть, видно, что не просто там рифму подставляли, не просто набор слов. Да. Или, например, возьмем Маяковского, да. Отличаются, что-то, такие стихи. Так и здесь. Можно что-то составить, нагромоздить, это одно. Когда дар, это видно, что это дар. Поэтому дар иного языка это дар. Это язык. Человек говорит. У животных есть свой язык. У дельфинов есть язык. Это не просто звуки. Это структурные звуки в определенном диапазоне. Разрыв, паузы. Для того, чтобы они передают. У слонов язык, у птиц есть свой язык. Тем более, мы люди, у нас есть человеческий язык. И Господь дает язык. Язык ангельский, это, конечно, другое. Это каждый верующий имеет ангельский язык. Ангелий, это язык посланничества. Человек принял Евангелие, новую весть. Вот Ангелия. Ангел – это вестник. То есть, когда мы проповедуем, вот, пожалуйста, язык ангельский. Ангелы приходили, приносили добрую весть, благую весть. Если вы хотите говорить, не имеете иностранного языка, допустим, вы можете говорить ангельским языком. Прочитайте Евангелие, и вы научитесь ангельскому языку. То есть, язык благой вести, язык благодать, язык Слова, язык Христа, язык Царства Небесного. То есть, вот это ангельский язык, язык передачи новой вести, благой вести. Потому что, вот мы читаем, да, откровение, там, ангелу такой церкви, ангелу такой, точнее, стоял какая-то с крыльями, там, такое существо небесное. Это был проповедник, который говорил о Царстве Небесном, говорил Слово Божие. Он был ангел. Раз он ангел, ангел говорил ангельским языком. Поэтому у нас время уже, да, закругляться нужно. Хорошо, будем заканчивать. Видите, какая тема очень порождает много вопросов. И действительно, для того, чтобы нам не заблудиться, для того, чтобы нам не увлечься в сторону, дорогие братья и сестры, читайте Писание, вникайте в Писание, вникайте в Евангелие, вникайте в то Слово, которое оставил Господь. Вот это настоящий, живой источник, источник истины. Сегодня мы слышим много разных интерпретаций. Я не пытаюсь даже и не хочу смотреть, кто прав, кто не прав. Это люди говорят. Проверяйте Слово, проверяйте Слово, вникайте, потому что основание здесь. Духовный, строительный материал здесь. И в конце концов, мы будем отвечать перед Богом, не перед авторитетами, не перед авторами каких-то книг, не перед пастырем, не перед мужем-женой будем отвечать перед Богом, как мы жили, как мы индивидуально, как мы читали Слово, как понимали и как применяли в жизни. Ну, время наше заканчивается, будем благословлять вас, оставайтесь с Богом, изучайте Писание, принимайте Слово, веруйте в Него. Кто не принял Духа Святого, принимайте Духа Святого, для того, чтобы и вы могли тоже понимать то, что понимали апостолы. Благословения вам, с Богом, до следующей встречи. Наша передача подошла к концу, для вас ее подготовили и провели Роман Пальников, Руслан Бужиков и Василий Григорьев. До следующей встречи. С Богом. С Богом. Мне сегодня очень-очень грустно, хочется, чтобы рядом кто-то был. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова